Первый понял. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Александр Корсаков, и я являюсь мастером фонтанного дела центрального сектора Нижнего парка. Это та работа, которую обычный человек не наблюдает. Мы с вами стоим на нижней террасе, видим фонтанные струи, видим их четкую геометрию, но мы не задумываемся, что происходит за кулисами. Именно туда мы с вами и отправимся. Сейчас мы используем более современные материалы, чугун, свинец. в основном это металлы но раньше это было именно дерево то есть можно представить себе каких трудов требовала герметизация данных соединений сколько человек нужно было привлечь фонтанную команду дабы от ропши до нижнего парка обеспечивать вот такую систему герметичностью представьте себе 300 лет в этом году мы отметили 300 лет водоподводящей системе и все равно вот эта идея заложенная петром сам принцип он останет остался неизменным система фонтанов петергофа эта система без напорная что это обозначает мы берем воду с ропшинских высот они находятся примерно за 30 километров отсюда по водоводу из маленьких ручейков и источников мы собираем воду в каналы и трубы и ведем ее уже до большого дворца за большим дворцом в точке которая гораздо выше чем мы находимся располагаются пруды накопители и оттуда открывая задвижку утром фонтанный мастер подает воду вниз на фонтаны откуда она уже изрывается вверх она изливается фонтанной струей мы не используем ни грамма топлива никакой электроэнергии чтобы побуждать воду к движению она все это делает сама по принципу сообщающихся сосудов из-за гравитации из-за того что пруды у нас сверху а мы находимся ниже сама водоподводящая система это памятник петру и его его техническому гению ведь чертежи рисовал он искал воду со своими мастерами также он из из-за границы были вызваны фонтанные мастера итальянцы и французы позже мы уже продолжили эту традицию все это в каком-то роде памятник памятник который работает уже три века мне кажется эти 300 лет это лучший показатель того что эта система была возведена безупречно петровская фонтанная система хоть и проста по-своему и гениально она все равно требует работы собственно для чего я здесь и нахожусь в течение всего дня у нас идет регулировка фонтанных струй то есть каждую струйку которую вы видите снаружи каждую эту струйку фонтанный мастер регулирует в процессе дня все это происходит руками и на глаз у нас нету систем автоматизации у нас нету электрических насосов вы можете пройти по всему водоводу вы не обнаружите ни одного насоса у нас приходят скептические туристы которые начинают искать где-то какие-то приводы еще что-то ничего такого вы не найдете ученики раньше брали маленьких чупленьких мальчиков которые могли проникнуть в трубу и изнутри устранить какой-то засор или неполадку сейчас чтобы работать на фонтанах нам не надо рисковать своей жизнью достаточно всего лишь добросовестно выполнять свои обязанности но раньше старый водовод требовал именно такого особого подхода находясь на верхней террасе мы можем с вами поподробнее разглядеть сами фонтанные насадки вот это вот самая распространенная насадка которая используется у нас парке но она подвержена засорению так как мы с вами используем воду обычную воду можно сказать из реки из канала там иногда бывает рыбка которая проходя через наши простейшие фильтра у которых довольно таки большая ячейка она может попадать нам водоводную систему причем это становится сразу же видно вместо струи вы видите хвостик рыбы вы подходите откручиваете эту насадку она на резьбе крепится вынимаете рыбку она с удовольствием дальше уплывает по каскаду и попадает финский залив попав сюда какое-то украшение браслет он может оказаться во множестве мест и конечно же мы это отыскиваем но действовать нужно максимально быстро максимально оперативно поэтому если вы что-то потеряли обращайтесь сразу же иначе украшение упав на дно покроется слое мыло и мы его уже не найдем а в этот же час в воде мерцание золота или серебра мы сразу же увидим и вернем вам украшения включаемся мы из разных точек парка то есть для включения только центральной части петергофа нам надо три мастера один располагается как я на нижней террасе и двое располагаются за большим дворцом на прудах накопителя где поворотом таких же фонтанных ключей осуществляется пуск каскадов корзины и морской аллеи так вот воде чтобы пройти от пруда до фонтана требуется разное время если задвижка самсона находится непосредственно рядом с самой скульптурой и поворотом ключа мы сразу же поднимаем струю то там воде требуется где-то 45 секунд где-то минута где-то две минуты и все эти временные задержки они должны учитываться то есть команды на разные фонтан дается по-разному и наша цель каждое утро чтобы вся центральная часть пошла синхронно и для этого требуется вот это вот слаженная работа нескольких мастеров раньше петергоф выглядел по-иному 18 веке и большой дворец был гораздо меньше и не было самсона был ковш пустой в которой приплывали на небольших шлюпках с кораблей гости проходили в большой парадный грот и доходили до столика шутихи и как гости петра первого мы бы потянули руку дабы схватить какой-то фрукт и в этот момент у нас начал бы работать шутейный фонтан таких шутейных фонтанов петергофе у нас много и за работу этих шутейных фонтанов за включение за вот этот вот вау эффект когда куча людей подходит фонтану и протягивают руки за это тоже отвечает фонтанный мастер все как старину человеческий фактор обычная фонтанная задвижка просто чаще всего фонтанного мастера не видно я не буду показывать сейчас где может находиться этот человек но чаще всего он где-то рядом где-то в тени также в нижнем гроте у нас располагается по 2 шутейный фонтан это фонтан водяная завеса в царское время гости пробегая через эту завесу их напудренные парики которые естественно не использовали они пудру французскую они использовали муку они превращались в тесто и подобного рода шутихи они также у нас сейчас управляется вручную и человек фонтанный мастер он должен понимать какой человек хочет быть облитым какой нет то есть это все немножко элементы психологии которые я думаю машина бы не смогла анализировать есть люди которые приходят к нам с техникой мы не будем их обливать есть люди которые приходят где с детьми дети обожают все эти водяные забавы теперь я попрошу вас за мной в этот очень низкий свод мы отправимся под фонтан корзина аккуратно голову пока идем мы можем наблюдать вот эти трубы которые уходят вверх именно этот рисунок мы наблюдаем сверху регулировка этого фонтана она не похожа на регулировку какого-то другого фонтана на каскаде у нас абсолютно ровные струи все должны быть четко по линеечке четко вертикально а на корзине допустим у нас есть переплетение искривляя немного подстукивая насадку мы меняем геометрию самого фонтана то есть выровняв все струи по высоте они у нас могут работать вот так и мы каждый день создаем вот эту вот геометрию фонтанных струй и опять же на каждом фонтане она может быть абсолютно разная трубы большого диаметра не зря покрашены в разный цвет в старину мы не имели искусственного освещения мы ориентировали здесь на тусклый свет наблюдательных окошек и мы должны были различить какая из труб какой фонтан питает допустим вот эта труба самого большого диаметра это труба фонтана самсон труба красная а зеленая и голубая это трубы которые питают каскад и каскад корзину у нас несколько дней шел небольшой западный ветер и мы осуществляли выравнивание каскада это еще было до официального открытия фонтанов все вокруг у нас заливает все вокруг дует каскад стоит идеально но как только у нас пошли первые дни безветрия наступил штиль у нас каскад съехал в сторону слава богу мы это быстро обнаружили быстро исправили из посетителей это никто не увидел как и запуск фонтанов выключение фонтанов производится в торжественной обстановке раньше мы это делали под гимн то есть фонтанный мастер приходя на место должен поместить вот этот вот большой массивный фонтанный ключ на задвижку и правильное время поворотом струи выключить фонтан причем у мастера должно быть развито какое-то чувство ритма так как фонтан самсон центральную струю нужно посадить конкретно на последний аккорд гимна и последний и всплеск должен окончиться тишиной музыка кончилась вокруг тебя стоит куча людей которая пришла посмотреть на закрытие фонтанов и мы слышим аплодисменты это лучшая благодарность для фонтанного мастера правда под конец дня это сигнализирует о том что ты удачно отработал ты можешь идти домой со спокойной совестью с вами был александр фонтанный мастер специально для проекта этажи петербурга приезжайте к нам у нас множество музеев я рассказал вам маленькую толику от того что здесь можно увидеть до свидания мастер-класса Продолжение следует...